Нацбанк сохраняет оптимизм. В этом году все-таки рассчитывает получить 2 миллиарда долларов от МВФ. Но и это еще не все. В Нацбанке уже думают о новой программе сотрудничества с фондом. Вот хоть действующую программу на 17,5 миллиардов долларов выполнить никак не получается, новую хотят не меньше, чем на 5 миллиардов. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. Интересно, как такие планы прокомментируют в совом МВФ? И какие из требований нынешней программы перекочуют в следующую? Давайте-ка напомним, чего от Украины хотят кредиторы. Далее наша справка. Кроме требований открыть рынок земли, у Международного валютного фонда есть еще целый набор условий по отношению к Украине. На выполнение всех обещают миллиарды кредитных долларов. И, как следствие, стабильную гривню. Но при этом ряд даже самых срочных пунктов от МВФ наши власти вот уже почти два года выполнять не спешат. Создание независимого антикоррупционного суда озвучивают уже даже не просто как условия сотрудничества, а как ультиматум. Правда, депутаты не испугались и очередную неделю потратили на обсуждение бесконечных поправок к законопроекту. Обещали фонду и расширить полномочия НАБУ, но и на это нет времени и политической воли. Разрешить детективам бюро независимую прослушку не решаются уже полтора года. Законопроект о создании финансовой полиции тоже пылится в комитетах. Но вот если эти решения политики хотя бы обсуждают и обещают когда-нибудь принять, то вот на выполнение следующего условия МВФ советуют даже не надеяться. Фонд требует повысить цену на газ для населения. И это в предвыборный год. Хотя миллионы семей и так могут платить по существующим тарифам только с помощью субсидий. Так что пока между долгосрочными выгодами от сотрудничества с МВФ и кратковременными политическими дивидендами политики выбирают второе.